Всем привет! Смотрите как установить Raspberry Pi OS на обычный компьютер. Как восстановить утерянные данные с Raspberry Pi OS. Если вам нужна операционная система для слабого ПК, стоит попробовать установить Raspberry Pi OS. Это официальная операционная система Raspberry Pi основанная на Linux OS Debian. Raspberry Pi – это маленький одноплатный компьютер, который обладает достаточной мощностью для выполнения различных задач. Операционная система Raspberry включает в себя веб-браузинг, офисное и программное обеспечение, и была переработана для упрощения использования и улучшения внешнего вида с введением рабочего стола Pixel. Если у вас нет устройства Raspberry, но хотите оживить свой старый ПК или просто посмотреть на работу данной операционной системы, есть возможность установить ее на обычный компьютер. В работе любой операционной системы случаются неожиданные сбои, ошибки или случайное удаление файлов, которые могут стать причиной потери важной информации. Если вы столкнулись с потерей важных файлов с Raspberry Pi OS, далее в видео мы также рассмотрим процесс восстановления случайно удаленных файлов. Установить Raspberry Pi OS на ПК довольно просто. Для начала вам нужно скачать ISO образ операционной системы с официального сайта. Нам нужна версия Raspberry Pi Desktop. Для загрузки кликните по кнопке Download. По завершении загрузки нужно создать загрузочный USB накопитель. В Windows хорошей программой для этой цели является Diskimajer или Rufus. Для загрузочной флешки вам понадобится USB накопитель объемом не меньше 2 ГБ. Подключите носитель к ПК и запустите создание загрузочной флешки. По завершении подключите ее к ПК, на котором планируете установить данную операционную систему. Откройте меню загрузки и загрузите с USB накопителя клавишей F12 для выбора загрузочного устройства. В результате вы увидите окно с несколькими опциями загрузки, включая запуск операционной системы без установки, с возможностью сохранения файлов между запусками и т.д. Выберите из списка Graphical Install и нажмите Enter. На следующем шаге нужно выбрать язык клавиатуры. Продолжить. После чего начнется сканирование оборудования, копирование пакетов и другие автоматические настройки. Далее нужно разметить диск. Для ручной разметки выберите Manual. Я выбираю первый пункт. Это удалит все данные жесткого диска, поэтому выбирайте этот вариант только в случае, если на жестком диске нет нужных вам данных. Continue. Далее выберите накопитель, на который будет установлена система. Запись всех файлов в один раздел. Continue. И Yes для подтверждения. Теперь осталось подождать пока система установится. Далее система спросит, хотите ли вы установите загрузчик Grab. Нажмите Yes, а затем Продолжить. Укажите диск, на который установить загрузчик. Установка завершена. Для загрузки системы извлеките USB накопитель и нажмите Продолжить. Чтобы перезагрузить компьютер. Компьютер перезагрузится и вы увидите окно приветствия. Далее нужно выбрать локализацию и создать нового пользователя. Затем еще раз перезагрузить систему. После чего появится рабочий стол Raspberry Pi OS. Как видите, здесь доступны следующие возможности. Веб-браузинг и интернет. На рабочем столе вы найдете иконку веб-браузера, которые позволят вам проводить поиски в интернете, посещать веб-сайты и получать доступ к онлайн ресурсам. Офисные приложения. Raspberry Pi OS включает в себя набор офисных приложений, таких как текстовый редактор, таблицы и программа для создания презентаций, что позволит вам работать с документами. Программирование. Вы можете разрабатывать программы на различных языках программирования, таких как Python, C++ и других, с помощью интегрированной среды разработки. Медиа-центр. Raspberry Pi OS позволяет вам превратить ваш компьютер в медиа-центр для просмотра фильмов, музыки и прослушивания радио. Системные настройки. Вы можете настроить различные параметры системы, включая интерфейс, сетевые подключения, обновления и многое другое. Доступ к файлам. Вы можете управлять файлами и папками на вашем компьютере, а также просматривать и редактировать документы и мультимедийные файлы. Эти возможности демонстрируют многообразие задач и проектов, которые можно реализировать с использованием Raspberry Pi OS, делая его удобным инструментом для обучения, творчества и повседневных задач. Теперь давайте рассмотрим процесс восстановления данных с Raspberry Pi OS. Восстановление может потребоваться в случае случайного удаления файлов, сбоя операционной системы, поломки устройств или других непредвиденных ситуаций. При потере данных, независимо от того, на каком накопителе или устройстве установлена данная операционная система, будь то обычные ПК или устройства Raspberry, в первую очередь вы должны прекратить запись на диск или карту памяти. Это поможет предотвратить перезапись утерянных файлов и увеличить вероятность успешного восстановления. Если у вас есть резервная копия, то лучшим вариантом будет восстановиться из нее. Если такой копии нет, как зачастую и бывает, вам понадобится специализированная программа для восстановления данных. Воспользуйтесь программой Hetman Partition Recovery, она поддерживает все популярные файловые системы и поможет вам вернуть данные, утерянные при случайном удалении, форматировании, сбоев системы и т.д. Для восстановления извлеките диск или карту памяти Raspberry Pi и подключите их к компьютеру с операционной системой Windows. Если это жесткий диск, подключите его к SATA порту. Если карта памяти, дополнительно понадобится картридер, который поможет считать с нее данные. Скачайте, установите и запустите Hetman Partition Recovery. Программа в автоматическом режиме просканирует подключенные накопители и отобразит их в главном окне разделе менеджера дисков. Здесь вы увидите его объем, файловую систему и другие параметры. Для поиска утерянных файлов кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите открыть. Затем укажите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени. Если после быстрого сканирования программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное окно программы, кликните по диску правой кнопкой мыши, проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему. Отметку поиска по содержимому для начала можно снять, это ускорит процесс. В более сложных ситуациях нужно выполнить анализ с поиском по содержимому. Далее. Затем откройте папку, где хранились ваши файлы. Главное преимущество Hetman Partition Recovery заключается в том, что она сохраняет оригинальные имена файлов и структуру папок, делая процесс восстановления максимально интуитивным и удобным. Кроме того, программа предоставляет предварительный просмотр содержимого файлов перед их восстановлением, что позволяет убедиться, что вы восстанавливаете именно нужные данные. Содержимое каждого файла отображается в окне предварительного просмотра. Ранее удаленные имеют соответствующую отметку. Выделите все, что нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите место, куда сохранить данные, диск и папку. А затем нажмите еще раз восстановить. По завершении все файлы будут лежать в указанном каталоге. Кроме того, Hetman Partition Recovery предоставляет дополнительные возможности, которые могут быть весьма полезны в процессе восстановления данных. Одной из таких функций является возможность создания образов дисков. Это позволяет сохранить точную копию поврежденного диска или носителя, чтобы в дальнейшем провести восстановление данных с этого образа. Создание образа диска с помощью Hetman Partition Recovery обеспечивает дополнительный уровень безопасности для ваших данных. Если вы столкнулись с ситуацией, когда диск или носитель имеют физические повреждения и восстановление данных напрямую с них может быть рискованным, создание образа диска позволяет вам работать с копией данных, минимизируя риск дополнительных повреждений. Для сохранения образа кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите опцию сохранить диск. После создания образа диска вы можете провести восстановление данных с этого образа. Для того чтобы загрузить образ в программу нажмите сервис монтировать диск. Таким образом Hetman Partition Recovery предоставляет не только эффективные методы восстановления данных, но и инструменты для создания образов дисков, что добавляет уровень дополнительной безопасности и уверенности при работе с важными данными. Итак, теперь вы знаете, как можно дать новую жизнь старому компьютеру. А если вы потеряли важные файлы на Raspberry Pi OS, Hetman Partition Recovery поможет в процессе их восстановления. Неважно были ли файлы случайно удалены, испорчены или утеряны в результате сбоя в работе системы, программа поможет вам вернуть ценную информацию и минимизировать потери данных. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok